Здравствуйте, наш любимый зритель! Сегодня мы вновь собрались, чтобы ответить на вопросы из соцсетей. Здравствуйте, наш любимый слушатель, я бы сказала, не только зритель. Александр Корпусев, Маргарита Пушкина, Пикет, Доби, за кадром Андрей Змеев. Отвечаем на ваши вопросы, постараемся быть сегодня максимально серьезными. Не то, что в прошлый раз, вопросы очень серьезные. И, как говорится, в темпе. Без лирики. Ну, немножко лирики в конце. Итак, мы разделили все вопросы на две части. Первая часть – это вопросы, которые касаются непосредственно нашего нового двойного альбома «Маги и маглы» по теме Гарри Поттера. Двойной альбом проекта «Маргента». Это уже третий наш с Сашей, ну, почти с Сашей, альбом. То есть, в новом составе, скажем так. Для тех, кто первый раз к нам подключился, мы хотим сказать, что работа масштабная. И в этой работе принимает участие отличный наш коллектив, ребята, которые зарекомендовали себя уже в прошлых работах, и часть новых приглашенных. Новые имена. Да, начнем со старых имен. Среди вокалистов это Петр Елфимов, Дмитрий Борисенков, Михаил Сидоренко, Сергей Сергеев. Привет. Меня зовут Сергей. Я алкоголик и наркоман от музыки. И я не знаю никакого Гарри, и тем более какого-то Поттера. Но мне пришлось принять участие в этом проекте, так как предложение поступило в стиле мафии, как вы понимаете. Собственно, вот. Поэтому я здесь. Александр Корбунов. Подключился Колчин, Женя, к нам. Совершенно новый человек появился среди мужчин. Это Алексей Толстокоров, бас. Очень интересный исполнитель. Две новых девочки у нас. Это Светлана Тиш и Эльга Серебрякова. Я кого-нибудь забыла? Лифлер еще. Да, Андрей Лифлер. Обязательно. И еще одна девушка под вопросом. То есть пока мы ее не озвучим, потому что демку мы еще не слышали. А Джина еще тоже. На бэк-вокалах у нас тоже Светлана Тиш. И Джина Рососстилл. Наша как бы постоянная певица. Среди музыкантов. Ну, Александр, естественно. На все руки мастер. Гитаристы. Приглашенные. Вячеслав Молчанов. Группа Кипелов. Спасибо за такое участие. Спасибо кому? Вячеславу Молчанову. Кипелов. Для него это было неожиданно. Дальше кто у нас? Сергей Маврин, который постоянно принимает участие в наших альбомах. И вообще всячески поддерживает наше начинание. Александр Горбунов в одной вещи сыграл соло. Там же он, собственно, и спел. И Тимофей Щербаков в группу Sunburst. Тоже гитара. Бас-гитара Игорь Тарасов. Один из основоположников проекта Маргента. Группа SS20 в прошлом. Так что, в общем, очень... Пианистов можно учить? Пианистов. Так что, вот это основной состав. Плюс у нас будут бонусы. Фортепианные. Вариации на одну тему. Это Александр Дронов сочинил. И громко озвучил. Иван Евдокимов, наш звукорежиссер, который постоянно помогает. И Геннадий Матвеев, ветеран, можно сказать, нашего движения. Вот такой вот у нас набор, скажем так. У тебя есть что-то? Мухивый набор такой. Рад со всеми посотрудничать был. И надеюсь, что все-таки это будет добрым продолжением. Ну, это как получится. Может быть, кто знает, что будет. Итак, первый вопрос. Вопрос стандартный. Нам уже задавали его много раз. Это что сподвигло нас на эту тему, затронуть эту тему. И кто был первым вдохновителем. Ну, вдохновителем, естественно, не всегда правда. Но в данном случае была Маргарита Анатольевна. То есть я... Почему идея возникла, это я еще ни разу не говорила. И тут вдруг я вспомнила. О, кстати, интересно. Да, 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 да. Просто по телевизору в одной из дневных программ по каналу Культура я увидела детский балет Чаполина. А, кстати, да. Да, там плясал Чаполина, девочка-редисочка, граф Вишенка. И что-то я подумал, вот балет Чаполина есть, фильм Буратино есть с музыкой прекрасной Рыбникова. А Гарри Поттер, который вообще наказание для народа, беда и радость, до сих пор как бы обойден. И вот дальше расскажет Саше, что случилось. Ночью позвонила Маргарита. Ночью. То есть днем я увидела Чаполина, а ночью я долго думала. Говорит, я все знаю. Следующая тема у нас будет Гарри Поттер. Ну и мы где-то там, наверное, часик пообщались. Я уже свои какие-то накидывал идеи в плане музыки, что это должно быть как-то оформлено музыкально. Маргарита предлагала уже каких-то конкретных персонажей, как можно их показать. Да, все, и, как говорится, понеслась. Единственное, только я говорил, давайте, может, там, десятью песнями как-то ограничимся. Нет, но сначала мы хотели, сколько, тринадцать, по-моему. Ну, как-то, да. Ну, а потом все больше персонажей. Все растет, растет, растет. Конечно, конечно. Так, маги и маглы. Альтернативное прочтение Гарри Поттера, где темная сторона не обязательно злая, вот такой вопрос. Ну, я не нахожу, что это альтернативное прочтение Гарри Поттера. Ну, это вопрос такой для долгой дискуссии, здесь можно как в одну сторону уйти, так и в другую. Мы что-то добавляем от себя, как бы, да, потому что каждый образ, каждый персонаж, ну, воспринимаешь это по-своему. Не обязательно вот каноническое восприятие, там, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Это неинтересно. Мы дальше расскажем, что мы там еще напридумывали, как и что. Что вы хотите себе на это? Ну, нет, ну, так, в общем, да, в общем. Все тайны мы раскрывать не будем, потому что иначе будет неинтересно. Вот, и где-то темная сторона у нас выглядит, ну, скажем так, немножко озадаченной. Нельзя сказать, чтобы она была светлой. Вот, но мы как бы жонглируем. Это мы умеем. Да, если у нас те еще жонглеры, можно в цирковое училище брать. Так, вот вопрос к Крпусеву конкретно. Это тоже Степан, наш постоянный слушатель и зритель задает. Как вам пришла идея использовать музыкальный стиль госпол в одной из композиций? А я тоже не помню, как мы дошли. Вы помните? Я помню. А как мы дошли? Ну, как, как. Позвонила Маргарита Анатольевна и сказала. Я помню, что мы решали, в каком госпол тоже, может быть, как современные версии. Да, да, да. Какой-то старинный. Нет, все началось с того, что я просто сказала, Саша, а не сделает ли нам госпол? Вот, и прочитала тебе первые строчки, как они у меня возникли, этого текста. А потом уже пошло обсуждение, в какой стилистике это решать. На самом деле, это вопрос очень сложный, потому что обычно это мажор, да? А история у нас леденящая душу. Ну, как-то уложили эту историю леденящую душу в мажор. И Пётру предложили спеть сначала, ну, не будем называть кому, одному вокалисту. Тот не очень понял. Знаменитому госполу-вокалисту. Да, знаменитому госполу-вокалисту. Тот дал свою как бы версию, которую не устроило Сашу. Я удивилась просто этой версии. Возникло легкое недопонимание. А потом уже тихо, не очень беспокоя Сашу, который был очень огорчен первой неудачей. Вот, я поговорила с Еуфимовым и Петю вот... Но получилось шикарно. Получилось шикарно, да. Я думаю, что ценители не хэви-металлической музыки, такие упертые, они это обязательно оценят. И порадуются. Да. С таким жанром, как госпел, я очень хорошо знаком и очень его люблю. Тем более, что в этом жанре работали даже очень известные поп-исполнители, такие как Марай Кэрри, Уитни Хьюстон, которых я беспредельно уважаю как исполнительный. И многому у них учился. И само настроение, посыл, подачу, которое присутствует при исполнении данных песнопений, оно мне очень близко. Я когда-то этому учился и пытался, конечно, и подражать, и перенимать именно черную манеру. Это так называется, черную манеру исполнения. И мне кажется, что вот в данном произведении, несмотря на то, что христианское песнопение, конечно, оно целиком и полностью больше направлено на обращение к Господу, в данном случае у нас получилось такое повествование, своеобразная сказка, не то чтобы сказка, а такая рассказ о том, что... рассказ предостережения о том, что помните, дети, знаете, не ходите в Африку гулять, там живет ужасный Бармалеев. И вот здесь, вероятно, такая же история, что волшебники и нечистокровные и чистокровные помните о том, что темный лорд, хоть его когда-то там победили, он все еще жив, он там, он дышит. Так что будьте осторожны, не ходите в темный лес. Мне кажется, что настроение, на котором переполнено это произведение, оно получилось многочастным. Удалось, я надеюсь, что мне удалось это передать. И когда вы будете слушать, вы получите удовольствие, потому что лично я, как музыкант, как исполнитель, получаю удовольствие от этой музыки. И в первую очередь я, конечно, получу удовольствие от работы над этим треком, потому что... Это необычно. Встретить русскоязычный, скажем так, госпел, тем более в таком проекте, как Маргента, это вдвойне необычно. Я думаю, что вам будет интересно это послушать. Дальше интересный вопрос, наконец-то. То есть народ потихонечку раскочегаривается. Вопрос к нашей вокалистке, к Эльге Серебряковой. Но, так как ее здесь нет, она ответ на этот вопрос записала на видео. И вы сейчас увидите, услышите, полюбуетесь на девушку. Ну, я надеюсь, что она полностью ответила. Вопрос такой. Эльга, какую музыку вы слушаете? Кто для вас является ориентированным в плане вокала на отечественной и зарубежной сцене? Всем привет. Меня зовут Эльга. И я записала одну из партий в новом альбоме Маргариты Анатольевны Пушкиной проекта Маргента «Магия и маглая», но какую не скажу пока что. Это маленький секрет. И мне задали вопрос, кто является моим вокальным кумиром. Их не так много. Их всего три. Но они самые основополагающие в моей жизни. Это, естественно, Ронни Джеймс Дио. Это Фрейзи Меркьюри. Гениальный. И, естественно, без него никуда. Это наше всё. Валерий Александрович Кипелов. Ну, тут всё понятно. И был вопрос про то, какую музыку я слушаю. Музыку я люблю разную. Ну, естественно, первоочерёдный – это рок. Все его проявления. Харт-рок, хэмэтал, альтернативный рок. То есть всеобъемлющие. Ну, и, конечно, я люблю неоклассику. Я люблю блюз, блюз-рок. Я люблю киномузыку. Именно киномузыку. Не треки, а киномузыку, которые пишут совершенно гениальные люди, композиторы. В моём плейлисте можно найти абсолютно разного жанра композиции, начиная от инструментальных композиций Шнитке до последнего альбома 25-17. Ну, как-то так. Поэтому... А, ещё и очень люблю музыку Сергея Курёхина. Это одна из моих, наверное, самых больших любовей музыкальных. А, как-то так. Вот. Поэтому слушайте хорошую музыку. Спасибо вам за вопросы. Всем рок. Дальше такой вопрос довольно взрослый. Сергей Белов, он, конечно, человек взрослый. Я его очень хорошо знаю, очень начитанный. Сам прекрасно пишет. Сочиняет. Я думаю, скоро, может быть, и роман мы его где-нибудь увидим. Ну, вкратце вопрос о том, что Гарри Поттер, что это атмосфера закрытого тайного общества, негласный присмотр кандидатов с рассылкой конфиденциальных приглашений, всё это, вот это вот, всё это такое вот. И вот у него ощущение недосказанности, какой-то неточности от Поттера. Но это рассуждение, или, вот как он пишет, некая недостоверность тех историй, которые рассказывает Роулинг. Не знаю, и даже, возможно, у него вот ощущение некой ущербности. Ну, вот как считаете, разделяется? Я не разделяю этой точки зрения. Никакой ущербности я не вижу. Я вижу перед собой интересную книжку, которая была написана, ну, она уже сколько лет, да? Это сказка, то есть, которая начиналась чисто как детская, такая невинная детская, ну, с фантазией, магией. И по мере взросления, как бы, читателя, то есть, книга взрослела одновременно с читателем. Ну, с героями. Да, там атмосфера как бы сгущалась, добавлялись новые детали. Если, конечно, заняться таким подробным анализом, вот как я Саше предложил такой вариант, то что там, какая там ущербность, какая там недосказанность, можно эту историю повернуть так, что это модель нашего общества. Вот то, что происходит в мире сейчас. Это официальное правительство, которое мы видим в любой стране, допустим, в той же самой Англии, за которой стоит Министерство магии, теневое правительство, которое на самом деле заправляет всем, да, школа Хогвартс – это, естественно, школа для избранных. Такие школы и у нас тоже существуют сейчас. Кстати, на дистанционку они не переходили, а занимаются очно. Есть такие школы платные, закрытые для детей богатых родителей. Вот, пожалуйста, своеобразная магия денег действует. То есть можно экстраполировать именно так, и тогда мы получим развернутую, собственно, картину того, что мы имеем сейчас. Так что я с Сергеем здесь не согласна, не знаю, недостающая сказочность, по-моему, сказочности там очень много. Так, все нормально. И вот сказочность во всем, и в заклинаниях, и в рецептах вот этих зелий, все, то есть человек скрупулезно все это изучал, да, и, может быть, там и британский фольклор, и мировой фольклор. Я считаю, что для книги, которая начиналась как детская сказка, вполне достаточно. Да, абсолютно согласен. Ну, отлично, Раша, эксперт у нас согласен, то и хорошо, да. Приглашенный эксперт. Вот интересный вопрос. Я улыбалась, кстати, это тоже наш постоянный слушатель, зритель Денис спрашивает, для тех, кто откроет для себя проект Маргента после выхода «Магов и Маглов», и вообще для слушателей, которые впервые присоединятся к проекту, какие альбомы или отдельные треки вы бы рекомендовали для знакомства с Маргентой? Не знаю, как Саша, на мой взгляд, рекомендовать невозможно. Очень невозможно. В том-то и ценность некоторых проектов, что случайно что-то услышал, и полюбил сразу же, и потом уже ознакомился со всем остальным. Нет, ну тут есть одна опасность, допустим, те, кто послушали «Вентиль», те, допустим, скажут, не будем мы больше эту Маргенту слушать. Но для того, чтобы представить себе, что из себя представляет этот организм живой, надо ознакомиться и с первой серией «Династии посвященных», и с третьим альбомом «Династии посвященных», где уже включены другие авторы. А у нас, кстати, проект «Маргента», помните, какой-то над «Дипепл» есть? Там как «Марк-1», «Марк-2», «Марк-3»? Ну, пожалуйста. Разделять на какие-то... Вот. Четвертый ДП – это «Окситания», это уже рок-опер, это вообще большая форма, да. И вдруг альтернативный проект, потом вот «Сад развлечений», да. «Сальто Виталия» прекрасный альбом, где разгул-то, в общем-то, начался именно там, с новым составом. То есть, вот конкретно рекомендовать я бы не взяла, честно говоря. Как повезет. Ну, методом тыка. Так, что ожидать после «Магов и Магла», спрашивает Денис. Слишком много хотят. Ну, это... А это сейчас, знаете, это можно попытаться ответить на этот вопрос, но потом для следующих интервью это будет как раз уже повод для следующего вопроса. А помните, вы говорили, что «А вот мы там...» Нет, мы не будем отвечать на этот вопрос, потому что есть практика других известных локалистов, которые озвучивают... С удовольствием почему-то. Озвучивают, да, что-то, а потом нас начинают держать вопросами, а где то, а где это, а почему, а почему совсем другое. Поэтому этот вопрос мы опускаем. Так, вот интересный вопрос. Про какого персонажа Патерианы, спрашивает Александр Шнайдер, тоже человек еще с первой династии с нами. А вы всех знаете, смотрим, а как же не знаете. Может, про каждого что-то еще так рассказать? Нет, про Шнайдера не буду рассказывать, там была веселая история. Про какого персонажа Патерианы было сложнее всего написать текст и музыку? Вот мне было сложно написать про полумный текст. Я долго входила в это состояние, вот «Лунное дитя», вот, очень долго. А с остальными у меня вопросов не было. Да с музыкой проблем не было, иногда только какие-то аранжировочные моменты так возникали. Ну, я имею в виду, не выходить за какой-то определенный хронометраж. Нет, ну мы же выходим за хронометраж. Выходим, выходим, потом ты будешь переигрывать, вот сейчас на демке одни гитары, ты же будешь переигрывать, правильно? Но какая-то вот трудность была? Ну, в плане музыки, вот именно сочинить музыку, трудности вообще не было. Я говорю, вот какую-то форму создавать, имеется в виду, ну уже какую-то аранжировочную, с какими-то еще музыкальными моментами, вот были какие-то такие. Ну, может быть, здесь легкость-то в том, что мы с тобой как бы обсуждаем. Да. Вот я говорю, а не написать нам, ну, условно говоря, песню там про Белатрису про нашу? Да, да. Раз и три песни получилась. Ну, зачем ты раскрыл секрет, что это? Раз и получилась три песни. Люди для этого и будут смотреть. Да. Ага, три песни про Белатрису и Стрэндж. Да. И мы как-то обсуждаем приблизительно, что это должно быть, куда повернуть. Потом через какое-то время мне звонит Саша и говорит, а может быть сделать вот еще один вариант на этот текст, но совершенно другое музыкальное решение. То есть, поскольку характер героев, он как бы не всегда находится в точке замерзания, а они как-то эволюционируют и люди, маги, экспрессивные. Вот поэтому получается несколько вариантов. Не, ну и хорошо, что у нас какой-то диалог ведется по поводу всего этого. Мне, по крайней мере, так удобно. Так, мне очень удобно работать. Когда есть диалог, но не монолог автора музыки, с чем я периодически сталкивалась, это всегда легче получается. Ну и быстрее как бы процесс идет. Конечно. Так, наш уважаемый Дмитрий Зизевских, как возникла идея пригласить Сергея Маврина для гостевого участия? Ты что-то как-то даже, по-моему, не обсуждался. Да нет. Газали, Маврик сыграет. Маврик сыграл. Ну и все, Маврик взял и сыграл. Ну, во-первых, у нас было и на Вентиле. Да. И раньше он в опрокинутости на «Детях саванарол» он играл. То есть, Маврик приветствует всякие эксперименты, поэтому с ним тоже очень легко общаться. И когда его приглашаешь, точно знаешь, что он не будет говорить, что типа, ой, я не сессионный музыкант, ой, мне это неинтересно, ой, это не моё. Он берёт, делает, предлагает. Очень спокойно, кстати. Если вдруг что-то не так, он готов переделать. Вот исключительный характер у человека для взаимодействия. Очень хорошо. Всегда рады сотрудничать с Сергеем Маврином. Ну, Серёга, это наше всё. Тот же самый Дмитрий задаёт тебе вопрос. Гитары каких моделей ты используешь для записи альбомов? Маргент. Ну, на Вентиле, на Садбоск я на Фендри, на Стратокастере всё записал. На вот этот сингл, который группа Риска, я играл на баритоновой гитаре, это Грэг Беннет называется. А Гарри Поттер на Гибсоне, ну, и за исключением несколько медленных песен, я там соло играл на Телекастере. Нет, ты туда всё рассказывай. Телекастер. Да. И Гибсон. Леспал. Ну, видишь, как хорошо. И они у тебя все дома? Да. То есть ты не берёшь все мои гитары, все твои. Как-нибудь фотку. А, да? Да. С красавицами, да? Да, конечно. Так, вот вопрос. Евгения Кремнёва. Человек очень серьёзный, кстати, Кремнёв. Я уж стараюсь, держусь. Нет, очень серьёзный человек, преподаватель китайского языка, китаевед. Китаевед. Да, вот у него сейчас две книжки зависло в издательстве, перевод с китайского. Очень серьёзный человек. Тем не менее, он с нами... Создаёт весёлый вопрос. Нет, он серьёзный вопрос нам задаёт. Я просто тебе хочу сказать, что не только молодёжь или вечные дети, но вот и взрослые люди, преподаватели тоже с нами. Для него оказался очень неожиданным этот проект. Не ожидал он от нас. Проект, в смысле? Маглов и Маглов этот альбом. Тему. Да. Тоже такой вопрос, будут ли все герои истории на альбоме каноничными, либо получится какое-то новое неожиданное прочтение. Да, мы вроде уже как-то выкоснулись. Мы просто уточним, что появится... Вот почему одна из вещей называется «Эффект Богат». Ну, как раз «Госпол» так называется. Вот, то есть, ну, где-то мы что-то привносим своё. Но новых героев мы не придумали. Нет, новых нет. Событий, которые вот не было бы у Роулинг, вот, ну, есть события. Ну, что-то есть. Да, там вот у Белатриса, допустим, да. Но мы же тоже хотим. Хотим. Мы тоже хотим проявить себя как творческие люди, а не тупо взять и вот пересказать то, что у Роулинг. Новые интерпретации поступков главных героев. Интерпретации нет, но трактовка, как бы, допустим, вот не все согласны по тексту. С моей трактовкой Дамблдорн есть такой, да. Ну, я пишу так, как я представляю этих героев. То есть, для меня довольно-довольно своеобразный личность, скажем так. И все его поступки тоже в общем-то неоднозначны, скажем так. Вот, поэтому и текст такой получился. То есть, интерпретация своя присутствует. Дальше вопрос того же Евгения по поводу маховика времени. Это крутая идея или ошибка автора? Действительно ли он меняет время или все-таки герои так думают? И если у вас маховик, то есть... Я бы с удовольствием воспользовалась бы маховиком времени, только не на тех условиях, которые они у Роллинга. То есть, там маховик... Я бы с удовольствием для работы, чтобы больше... Ой, нет, нет. Чтобы вернуться там. Да. Действие там пять часов, по-моему, у них ограничено. Но вообще на самом деле это очень запутанная история с маховиком времени. И если помните, там их было очень много в этом, в тайном хранилище в Министерстве магии... Это в книге? Да, да, да. Нет, ну... И в фильме там тоже все разбивается. Вот. То есть, Роллинг их уничтожила. Просто, видимо, она сама зашла в тупик с этими маховиками и решила их уничтожить в результате битвы светлых и темных. Но вообще, в принципе, как нас учили многие фантасты, нельзя вмешиваться в прошлое. Вот если помните, рассказ был у Рэя Брэдбери, да, где там бабочку нечаянно придавили на обочине и как все потом пошло не так, то мне кажется, вот здесь вот все-таки маховик, это очень сырая тема была, она не до конца продумана. И может быть, даже вообще не надо было, хотя я понимаю, что надо было спасти Крюва Крыла или там Гермионе то же самое поприсутствовать на нескольких лекциях, как это она хорошо умела делать. В принципе, вопрос очень такой, скажу так, сыроватый. Ну, вопрос к автору то даже скорее. Ну да, это не к нам. Я считаю, что в прошлое не надо вмешиваться, потому что мы вмешиваемся в прошлое, тем самым мы меняем настоящее и будущее и влияние идёт дальше. И не факт, что будет лучше. Ну, иногда это всё печально когда заканчивается. Судя по литературе. Так, ну, фишка, о которой мы говорили, несколько прочтений одной и той же песни. А у нас, кстати, такого нет. Ну, в смысле, немного она по-другому. Раньше была одна музыка и пели разные, насколько я помню. Ну, так у нас здесь разная музыка, это же разные прочтения, несколько прочтений. Разное музыкальное прочтение в этот раз. И поют. Ну, и поют. И поют разные люди. Как-то у нас там была одна музыка и там на одной песне один вокалист поет. Нет, а здесь-то у нас, Женя, у нас здесь и музыка разная. То есть, ну, это же иное, несколько прочтений получается. Текст один и тот же, исполнители разные, музыка разная. То есть, стиль музыкальный разный. Где-то решается в одном направлении, совершенно неожиданном для всех, а где-то более в привычном направлении. Или там три фортепиана. Три фортепиана совершенно разных вариаций, где Ваня Евдокимов просто дал как бы свое понимание этой темы. Да там все молодцы. Вот, нет, ну, в основном там у них тема-то твоя прослеживается. А у Евдокимова у него больше своего все-таки. Как запомнил. Вот, как запомнил, да, может быть и так. Так. Причем совершенно не планировали, что Евдокимов что-то раз и прислал. Да, он сказал, что он не знает, он подумает, но Иван он творческий человек. Анатолий Торшин спрашивает, как вам приквелы Гарри Поттера Фантастические твари? Что думаете о ситуации с Джонни Деппом? Ну, о чем мы можем думать о ситуации с Джонни Деппом? Ну, это его ситуация. Сложную ситуацию попал. Да, семейная ситуация. Ничего мы про нее не думаем. У каждого может что-то такое случиться. Первую часть Фантастических тварей лично я смотрел с огромным удовольствием. Мне очень все понравилось и вот он и мистер Пикетт это любимый. И музыка там прекрасная кстати, очень хорошая. Вторую, честно говоря, что-то не очень внимательно смотрела. Но вот сейчас говорят, что будет третья, но мне кажется, вовремя надо остановиться. Потому что как практика показывает, когда идут приквелы, они от первой к последующему какой-то такой вот как это сказать, сдутие, да? Сдутие. Сдутие происходит. Ну посмотрим, может быть, выйдет третий фильм, вообще всех уберет. Будет смотреть и радоваться. Так, вот интересный вопрос. Виталий Крупин наш. А, профессор. Маргент и ведение. В каком формате проходит координация процесса записи и обсуждения результатов в режиме частичной самоизоляции и какова степень вашей моей вовлеченности в процесс после того, как текст готов. Организовывайте ли сеансы конференц-связи. Проводим ли мы совещание? Виталий, совещание мы проводим по телефону. Ежедневно. Иногда по нескольку раз. Особенно если посещает новые идеи. Вот. А как координация предлагается что-то? Более того, иногда Маргарита говорит, что ты композитор, ты... Нет, подождите, давайте обсудим, как вы видите это все. ребят, вы не представьте, как приятно, когда композитор говорит текстовику, нет, Маргарита, подождите, давайте, абсурд, а не то, что, так, я так вижу, гуляйте, мадам. Ну, я так облегчаю себе работу. Хитрый ты, хилст, напросто. В отличие от некоторых, очень даже хитрый. Ну, так удобнее, чуть-чуть. Вы же все равно, когда создаете текст, у вас какие-то образы, и музыкальные в голове, что-то не то слово. Поэтому мне важно это все узнать, и потом все... Все-таки Господа-то это я придумал. Видишь? Подпишем, когда Господа. Да, Господа. Нет, идея, музыкальная идея, что это должен быть Господ... Потому что это было заложено как бы в тексте, вот эти повторы, там, вот это, обращение там Господа, там, Джизус, да, у нас немножко по-другому. Так что у нас нету таких вот конференц какой-то связи, или... Возможно, у нас самый нестандартный подход, у нас поэт может как бы... Ой, поэт может... Кучу идей музыкальная. Может вмешаться. Это же Райл... Почему мне говорят, что вам этот проект? Потому что там я себя чувствую человеком. Как на слайде написали, типа, Пушкина не хватает арийского сапога на хребте. Нормально? Но вы должны ответить на этот вопрос. Зачем? Хватает или не хватает? У меня такой крепкий хребет. что ни один арийский сапог не справится с этим хребтом. Да. Прохудился. Вот. Так. Вот. Интересно. Возникает ли необъяснимое или объяснимое чувство разочарования от финальной записи? При условии, что на демке все было исполнено и сыграно без нареканий? Ну, это хороший вопрос. Вот отвечай. Ну, иногда такое бывает. Я, конечно, не буду сейчас называть какие-то конкретные примеры, но бывает такое, что что-то теряется. Здесь какая-то магия, не пойми чего. Нет, ну, допустим, мы же свели уже, да, сингл, ты уже свел. Ну, нет, будет все пересводиться еще. Вот. А что тебя там не устраивает? Для меня всегда что-то не устраивает. Ну, а что там тебе конкретно не устраивает? Ну, понимаете, это все равно такой процесс, всегда чувствую, что где-то что-то вот там еще можно куда-то еще какой-то кажется еще чуть-чуть покручу, и просто прорыв будет какой-то звуковой. Охота заниматься этим. Заниматься. Так, вопрос, это ко мне вопрос тоже того же неутомимого Виталия. С трудностями какого характера вам лично пришлось столкнуться как руководителю собственного музыкального проекта за более чем 10 лет его активной деятельности? Ну-ка, давайте сейчас все вспомните. Трудностей было очень много, я не хочу про всех говорить, потому что это получится. Какая-то такая есть? Отсутствие администратора. Потому что приходится заниматься практически всем. Ну, вот Полина появилась в последнее время, Мажухина, которая занимается рассылкой, какой-то координацией. Это огромная помощь, потому что раньше все делали мы, даже вот окситание по акциям рассылали мы сами. То есть у меня ходил старший внучок на почту, дочка ходила с рюкзачком, на почту нас всех приветствовали, мы дарили шоколадки, все это отправлялось. Вот это прослушивание закрытое, вот это организовывалось тоже мной организовывалось приглашение не рассылались, но причем приглашения все были персональные, даже на закрытое прослушивание. 200 персональных приглашений было рассылано. я помню, вы даже меня отпросили с репетицией. Вот, то есть у меня немножко другой подход, чем у некоторых групп к приглашениям на юбилей, на закрытое прослушивание каждый получил персональное приглашение. и вот сейчас вот, допустим, да, у нас тоже возникли проблемы, ну, чисто такие вот организационного плана. Ну, копилка у нас работает, спасибо всем, кстати, кто бросает туда копеечку, вот, женщина с ником цветочек Каленький очень нас любит, очень часто нам подбрасывает денежку. Можем передать привет. Да, Ирина, большой привет, мы вас любим, помним, общаемся, спасибо за все. Вот сейчас, допустим, отличный нам Юницкий сделал рисунки для значков, там, наклеек и маек, у нас возник вопрос по поводу маек, как сделать так, чтобы не потерять. То есть, если бы был бы директор, допустим, нас вот, не буду говорить куда, но приглашают живым составом, да, с трансляцией по телевидению, но для этого нам нужен директор, который бы организовал нам базу для репетиций, Саша, конечно, подберет музыкантов, это все понятно, но я, например, с этим, если я буду заниматься еще этими вопросами, то... Разорваться можно? Да нет, тогда вообще надо все остановить, землю остановить, сойти и не заниматься этим вопросом. Маховик нужен, здесь в таких случаях. Маховик, это, мы с тобой договорились, что это делай хитрое. Не будем доставать. Не будем доставать, так что, вот, именно такие трудности, но, а чисто человеческого плана, на этом бывают какие-то какое-то несходство характера. Это все бывает. Да, все бывает. Там и поругаемся, ну, так, поругаемся, помиримся, это все нормально совершенно. Вот, иногда, какого-то депрессии, там, по погоде, иногда, какого-то себя плохо чувствуешь. Обычный, человеческий, но какие-то, такие вот, прям вот, совершенно атомный взрыв какой-то, вот, сколько существует проект. Я, ну, был маленький там взрывчик один, когда вот закончилась династия. Ну, все выжили, все живы, и все продолжают заниматься своим делом. То есть, трудности чисто административного плана. Так, вопросы к Александру. Существует ли для вас жанровая табу или талантливый композитор при условии личной, финансовой или еще какой-то заинтересованности, готов рискнуть и взяться, скажем, за музыку на текст условного кольщика или 18 мне уже со всеми вытекающими стилистическими атрибутами. Это вот крупинка. Так засмеялись. Ну, смешно просто. 18 мне уже. Для меня вообще не проблема. Я не знаю, может быть, это у меня какая-то патология, какая-то мозговая. Это всеядность называется. Всеядность такая, да. И более того, я принимаю участие в всяких попсовых и рэп-проектах, прям где конкретно рэп. Я, кстати, сразу, ты говоришь, ты принимаешь участие в попсовых проектах, да? Я сразу отвечу на вопрос, который там дальше идет. Один человек меня спрашивает, а Маргарита Анатольевна приглашают ли вас попсовики для написания текстов? Раньше-то приглашали. Я должна сказать, что нет, не приглашают. Я для них уже конченый человек, окончательно погрязший в болоте каких-то экспериментов. И, честно говоря, я не умею писать такие тексты. Я вот, когда прихожу к своей... А какие тексты? Особенно? Ты такая, я не такая. Ну, как говорит Юрий Борисович Фишкин, руководитель объединения автографов, ты не умеешь писать песни современные. Надо писать зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу, тебя я в тундру увезу. Но это как-то не свежая тема. Ну, нет, ну, так примерно. И я, когда слушаю современные песни, ну, во-первых, я не знаю, зачем писать тексты. Потому что современные исполнители делают, и я пытаюсь слушаться, на каком языке они поют. На татарском, на греческом, на английском, на занзибарском. то есть тексты писать совершенно нельзя. А это не только у нас, в сути, я вам расскажу, это по всему миру сейчас такая. Ну, ладно, мне это не нравится. Вот, так что нет, я думаю, что с попсу я закончила. Так, продолжаем. А, ну, у меня нет проблем с этим делом. Работаю в разных жанрах, интересными, и более того, если бы мне это было неинтересно, ну, все равно я считаю, что человек, он должен любить то, что он делает. То есть я подхожу к каждой работе. У меня даже есть проект один, я работаю с артистом, который, ну, в стиле шансон, но не такой какой-то жесткий шансон, а такой, ну, лиричный. Как-то можно было? У нас с Дубининым есть шансон. Ну, я не знаю, какой у вас там, ну, там такая лирика, ну, там, о любви, но шансон. И прекрасно все это, там, артист очень хороший, мы ладим с ним, и я отношусь ко всему. Вот, наверное, это нас и породнило с Сашей, потому что мне интересно, как ты знаешь, написать и так, как на вентиле провокация, и так, как в Окситане, допустим, серьезно, да, такая тема. И вот Баба-баба из Ча Диада замечательный совершенно. Ну, вы понимаете, здесь вот я, собственно, о чем хочу сказать, то, что человек, как бы он должен любить то, что делает. Есть некоторые люди, которые говорят, фу, попса, я могу такую же песню записать, там, за пять минут, и не получится. Здесь надо понимать, что делаешь. Надо это делать, искренне любить. Ну, значит, что потом будешь людям показывать. И каким людям ты будешь показывать, самое главное, это значит. Об этом мы не будем рассказывать. а то ты вот 18 мне уже показываешь человеку, типа, Александра Горбунова, что тебе будет. Так и что, и он потом в итоге... Ну, да. Ты думаешь, споет? Молодец. Понятно. Так, каким образом и в какую сторону меняется жизнь композитора после совместного релиза с Маргаритой Пушкиной? Ну, я стараюсь ничего особо не менять. Стараюсь не менять. Нет, ты ты сам меня меняешь. Мне хорошо, мне комфортно, у меня выходит что-то новое, я в рации, как мое детище, в которое вложено много сил, много энергии. Но, допустим, растаскивать это все по каким-то своим другим проектам, я этим не занимаюсь. То есть, у каждого музыкального проекта должен быть свой шанс, скажем так. То есть, где-то убираться на то, что смотрите, я вот там, здесь я что-то сделал, давайте вы где-то там об этом напишите, и вам какой-то подписчиков больше станет. Я таким человеком не занимаюсь. Ну, это мы занимаемся, Андрей занимается, Змеев, мы пишем в группе. Вот, я рассказываю журналистам, что вот есть такой вот Александр Корпусев, который на все руки мастер, скажет там, «А, Саня, не написать нам оперную аре?» Да, написать нам. Да не проблема. Да не проблема. Ну, и все. Может, еще и напишем. А у нас есть внутренняя магия же, она почти оперная. А, ну да. Ну, мы же не можем сейчас раскрывать все эти. Нет, мы все не будем раскрывать. Так, Денис КЛМ спрашивает, насколько трудно или наоборот легко писать музыку на готовый текст? Да, вообще не проблема. Ну, туда говори. Это вообще не проблема. А по-моему, уже эти вопросы задавали. И реализовывать замыслы Маргариты. Тоже проблем, по-моему. Да, чаще всего я, когда текст читаю, уже там как-то в голове выстраиваются какие-то фразы музыкальные. Нет, самое главное здесь в том, чтобы как бы тема текста была знакома. Вот, я думаю, что если какую-нибудь вот такую, то придется дольше думать. Расшаривать тему? Да, расшаривать именно. Ну, пока вроде не было таких проблем. А у кого-то есть проблема, что это как-то лучше на музыку у кого-то или как тексты? Практически все. Ну, Миша Булгаев, как ты знаешь, он прекрасно пишет на тексты. А остальные братья не очень любят писать на тексты. И годами лежат тексты, пока там что-нибудь наклюнется. Хотя, вот мне лично интереснее писать, ну, это понятно, что музыкантам интереснее писать музыку, поэтому интереснее писать как бы тексты, при том, что обычно, когда ты прав, когда я пишу, я уже представляю, что это должно быть музыкально. так что поэтому я и вырываюсь на просторы Маргенты. иногда, мне кажется, вы какие-то эксперименты проводите с моими знаниями. Я так и надо по тексту вижу, он какой-то вот такой вот. Ну, так интересно же это писатель как-то вот так, чем квадраты вот такие вот. Я просто вы мне как-то помню текст, мне для Маргенты прислали, хотя, может, когда-нибудь тебе в Маргенте будет. И он прям такой прям, я читаю, он прям уже поется, прям текст просто. Так это же хорошо. Нет, я имею в виду, ну, там, пытались сделать. Да, он уже был готов. Но другие люди не смогли написать на эту музыку, а Сашка написал, пока лежит в черновьяках. И вопрос о том, просто ли тебе создать музыку с нуля. Так, а как? Ну, в смысле, делали там инструменталлы, и все. Об этом? Придумывать, легко ли тебе придумывать идею самостоятельно? Идея. Да, только успеваю фиксировать. И создать музыку с нуля. Я думаю, что проблем нет никаких. С нуля. Вот у нас на этом альбоме будет три инструментала. Это считай музыка с нуля. Но опять же, тема как бы знакомая. Ну, там имеется в виду, это просто без темы, вы говорите, сочинить какой-нибудь инструментал. Придумать идею самостоятельно и создать музыку с нуля, да. Ну, наверное, да, не проблема. Молодец. Ну, Маргарита очень классно. Тогда помню, когда мы делали еще этот сад, когда вы сказали, надо что-то такое готичное, но с фламенко. Вот это было, конечно, для меня такое время, как это все. Ну, и ничего так. И нормально, и получился ироним. Очень хорошо. Готичное, но с фламенко. Да, ну вот, только одну никак я не могу донести, одну идею, но это потом. Да, значит, ночью как-нибудь, раздался с фламенко. Так, ну, здесь вопрос такой, вот, версия. Нет, как я описываю, знакомство с тобой вот тогда в хит-зоне, да, и вопрос по этому, а что было до этого, почему вы вдруг решили поговорить с Маргаритой, на какую совместную работу вы при этом рассчитывали? А до этого, в смысле, в этот день что-то было до этого, или вообще в моей жизни до этого? Ну, я думаю, что почему вы вдруг решили поговорить с Маргаритой? Ты меня увидел там, и что ты со мной решил поговорить-то? Нет, ну, во-первых, я решил уточнить, вы ли это? Или призрак? Ну, нет, ну, мало может человек кто-нибудь похож. Оказалось, что это вы, ну, как-то так, о династии говорили. Да. Я, правда, не помню, что это, что он, предлагал туда чуть-чуть? Дяна, ты сказал, что я гитарист, хотелось бы с вами поработать. А, точно, да, вы говорили, что до гитаристов полно, что-то как-то там, скрызниках. Нет, ну, стоит передо мной Сашка такой, весь персингованный, тогда еще был блондином. Я знать не знаю, что это за человек, гитарист, но, действительно, гитаристов много. ну, как-то ж, наверное, люди начинаются, знакомства, как-то общаются, не являюсь вашим соседом, чтобы вы меня, допустим, с детства знали. Мне надо было как-то представиться, это рассказать. Ну, поэтому я долго думала. Долго думали, да. Да, но перед этим ты ушел, то есть я тебя порекомендовала. Тройгуб. Аркадьевич, ну да. До сих пор Аркадьевич там. Да, да, вот. До сих пор Тройгубов ругается на нас, что у нас быстрее работа идет, чем с ним. Так, чем вы занимаетесь в свободное от маргенты время? это уже практически ответили. Ну, пишу для других актептов, музыку. Ну, иногда я себе устраиваю принудительный выходной, играю в видеоигру. У меня там полно всяких PlayStation, Xbox. Да, гуляешь с сыном. Ну, да. Учишь сына читать. Так, по вашей собственной оценке, ваша музыка в большей степени опирается на теорию и знания или на внутренний слух и свободную музыкальную фантазию? Все это применяется в определенное время создания песни. Ну, допустим, во время того, когда что-то композиционное рождается, я, конечно, применяю теорию. Нет, как раз не теорию. Просто вот что-то еще такое, что-то уникальное. Потому что теорию применять оно все шаблонно будет. На этапе аранжировки фантазии, да, это, наверное, завернут. Вопросы про фантазию и фантазии. На этапе аранжировки все-таки теория работает, потому что эта тема такая более поработанная человечеством. А по поводу всяких слуховых это вот уже когда я сведение идет, там я пытаюсь сломать все стереотипы, которые только существуют в мире по поводу сведения музыкального. Ну, когда уже идет непосредственно работа со звуком. Ну, не знаю. Мне, например, нравится, когда мы что-то с тобой там придумываем, да, когда ты вдруг проявляешь такие знания в музыкальной области, в музыкальной литературе, там, называешь произведения интересные. Сразу видно, что человек образованный музыкальный. Это вот применение знаний, между прочим. Или когда ты говоришь, а вот приблизительно не решить ли эту тему, вот как вот называешь какого-нибудь такого композитора покрытого пылью уже там. для меня, причем эти композиторы являются такими, как, иногда даже более значимыми, чем какие-то такие. Так вот это ты и рад? В первых рядах, которые... То есть это же знания, правильно? Ну, это интерес, наверное, все-таки. Потому что знания остались бы знаниями, а интересы все-таки как-то... Будем надеять, что этот интерес у тебя... Я просто помню, когда вот мы делали вентиль, сколько интересного я от тебя узнала. что там, в жанре особо нет? я в этом жанре нет. Но зато сколько ты мне всего присылал? И как? А теперь почему-то этот Body Count почему-то номинируется на Грэмми в тегуре тяжелой музыке. Так это тяжелая музыка. У нас тоже альбом был тяжелый. У нас очень тяжелый ему. Всех смыслов. Да. Ну, вот это вот вопрос по Гарри Поттеру. Высно, очень быстренько. Значит, я очень быстренько. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...